Лучшие воспитатели республики провели показательные выступления в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России-2024». Его участниками стали победители муниципального этапа. Чем удивили детей и жюри педагоги дошкольного воспитания? Насколько это событие значимо, расскажет Альбина Ламкова. Показательные занятия в средней подготовительной группах стали ярким и волнительным испытанием для конкурсантов. Педагогам нужно было в течение 20 минут найти контакт с группой детей, незнакомых им ранее, заинтересовать дошкольников своими новинками и наработками, тем, что используют педагоги в практике. Несмотря на раннее утро, дошколята непоседливы, любознательны и открыты в общении. Удержать их внимание особенно непросто. Стали свидетелями и участниками интересных экспериментов ребята детского сада «Мамонтёнок». А ещё Баташева из детского сада Чолпан-Малокорчаевского района. Работает воспитателем 5 лет. Ранее трудилась в другой сфере. Теперь иная деятельность. Та, которая приносит радость и удовольствие, говорит конкурсантка. Любовь к детям. Понимать каждого, слышать каждого. Первый раз я на таком серьёзном конкурсе. Конечно, волнуюсь. Но я хочу пожелать удачи всем участникам. Я думаю, выйти с районов уже на областной – это уже победа. Поэтому всем нам удачи. Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года России» проводится с 2011 года. И с каждым разом он становится насыщеннее и ярче. Отметила министр образования и науки Корчаева Черкесии Инна Кравченко. Интересные практики демонстрируют наши работники дошкольного образования. Детки с удовольствием участвуют. Я считаю, что в системе дошкольного образования работают самые, наверное, надёжные, самые преданные педагоги, которые вкладывают в наших деток частичку своей любви, тепла, знаний, умений. Поскольку именно на дошкольном уровне закладывается основа завтрашнего дня любого человека и гражданина нашей страны. И наши воспитатели с огромным удовольствием делятся этой любовью, знанием и теплом. Немало свежих идей педагоги дошкольных учреждений почерпнут на конкурсной площадке. Настоящий Форт Боярд был организован одним из воспитателей. Это спортивная интеллектуальная игра. Чтобы собрать ключи, дети участвовали в эстафетах, выполняли задания. Ещё познакомились со старцем Фура. Когда все ключи были найдены, маленькие покорители форта отправились за кладом. И им открылась главная его сокровищница. Конечно, это непередаваемые эмоции от совместной работы, которая сплотила командный дух. Предполагается, что имя победителя всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2024» будет названо 27 сентября, в день дошкольного работника, сказала Инна Владимировна. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.